Главной достопримечательностью Петродворца, привлекающей туристов, является Петергофский дворцово-парковый комплекс, основной составляющей которого можно назвать знаменитые фонтаны. Здесь столько красивых мест и архитектурных памятников, что целого дня будет недостаточно для осмотра. Туристы могут совершить прогулку по Петергофу как самостоятельно, так и в составе экскурсионной группы под руководством профессионального гида. При одиночном походе особых затруднений с ориентированием не будет, ведь везде есть указатели и схемы прохода, подробно описывающие маршрут. Дополнительная информация. Схему маршрутов по Петергофу можно купить в сувенирной лавке, находящейся возле Большого дворца. На сегодняшний момент здесь решили возобновить традицию прогулок на велосипедах, ее начало было положено самим императором Николаем II. Теперь каждый турист может поучаствовать в экскурсии по маршруту велосипедных прогулок последнего государя Российской империи. Всем желающим посмотреть на дворец Петра с высоты птичьего полета и сделать отличные фотографии на его фоне следует подняться до собора Петра и Павла, который расположен недалеко от дворцового комплекса. На заметку. Легендарные часы «Ракета» выпускаются до сегодняшнего дня. Посмотреть на процесс изготовления можно здесь же, в Петергофе. Для этого нужно приехать в будний день и зайти на завод, где всегда рады гостям и проведут бесплатную экскурсию, независимо от количества гостей. Даже одинокому туристу все расскажут в мельчайших подробностях и разрешат сделать фотоснимки. Со слов местных жителей, находясь в Петрограде впервые, туристы делают следующее, на территории расположены фонтаны Шутихи, туристы пробегают через них, испытывая удачу. Мало кто остался сухим, но желающих не убавляется. Екатерина Великая знала толк в нарядах, сегодня представительницы прекрасной половины человечества могут примерять ее наряд и на мгновение почувствовать себя правительницей империи. Фонтан-лабиринт – это место, откуда достаточно тяжело выйти, не заблудившись. Здесь тоже стоит испытать свою удачу. Конечно, белка Петергофа не грызет орешки, как героиня сказки Пушкина, но сфотографироваться с ней стоит. Солнечные часы дворцового комплекса достаточно точные и многие туристы сверяют по ним время. Прежде чем заняться выполнением из списка обязательных дел, нужно добраться до Петродворца. Вариантов множество, но ниже подробно будет рассмотрен только один – маршрутки до Петергофа. Проехать до дворцового комплекса из северной столицы России можно благодаря движению по маршруту автобусов и маршруток. Отправляются они в основном со станции метро «Автово», Купчино, Проспект Ветеранов, Балтийская, Ленинский проспект и Кировский завод. Ниже будет рассмотрена подробная информация о маршрутах с этих остановок, с указанием длительности пути, цены и проходящих автобусах, отправляясь в путь со станции метро «Балтийская», возле которой расположен Балтийский вокзал, следует сесть на маршрутное такси под номером к 404. Отсюда уехать можно практически всегда благодаря множеству стоящих маршруток. По времени путешествия может занять от 40 до 50 минут, в зависимости от загруженности автострады, но обычно в путь все отправляются ранним утром, когда проблем с пробками нет. Для всех желающих уехать с остановки на станции метро «Кировский завод» предложено несколько вариантов маршруты под номером к 224 и идущий от «Балтийской» к 404, он же идет от станции «Старый Петергов». Время путешествия около 40 минут. На остановке станции метро «Автово» можно сесть на маршрутки под номерами к 300, как 424, как 424А, 200. Также доступны представленные ранее к 224 и к 404. Отсюда ехать до Петергофа около 35 минут. Если ехать от Купчино, то это маршруты 200 и к 300. В дороге придется провести около 30-35 минут. Быстрее всего добраться на маршрутке до Петергофа можно благодаря маршрутным такси, отправляющимся с Ленинского проспекта. Отсюда отправляются машины под номерами к 420 и к 103. Добраться до места назначения можно всего за 35 минут, а при отсутствии транспортной нагрузки на шоссе – даже быстрее. Последний из возможных вариантов – это маршрутный такси к 343 и 639 Б, отправляющийся с проспекта Ветеранов. Поскольку станция метро достаточно удалена от точки назначения, то путешествие будет длинным, но на стоимость это никак не повлияет, и она не будет отличаться от других вариантов. Внимание, узнав подробную информацию о том, как доехать до Петергофа и Санкт-Петербурга на маршрутке, цены на проезд тоже важно знать. Несмотря на то, сколько вариантов маршрутов было рассмотрено, их стоимость почти не отличается. За поездку придется заплатить в районе 80 рублей. Независимо от выбора, все маршрутки до Петергофа от метро будут проезжать через Стрельну. Данный поселок достоин того, чтобы туристы сошли уже здесь, поскольку тут много достопримечательностей не только всероссийского, но также мирового культурного наследия. Именно в поселке Стрельна находится имеющий мировую известность Дворец Конгрессов, другое название – Константиновский дворец. Также здесь расположен путевой дворец императора Петра Великого. Чтобы посетить данные памятники культуры, нужно встать на остановке по улице Глинки или Горького соответственно. Добравшись до Петергофа и желая выйти в парке с фонтанами или около Большого дворца, нужно попросить остановить по улице Раздольной на фонтанах. Как доехать до Петергофа на автобусе из Санкт-Петербурга для впервые приехавших в Санкт-Петербург, выбирая наилучший в Петергоф маршрут, следует остановиться на тех, что останавливаются на красной ветке – станция, Автова. Добираться сюда достаточно просто, а после выхода из вагона заблудиться будет нереально, поскольку выход на улицу всего один. Поднявшись на поверхность нужно, никуда не сворачивая, перейти проспект с тачек, спустившись в пешеходный переход. Найти его просто, он будет правее выхода из метрополитена. Оказавшись на другой стороне, можно увидеть множество водителей, которые ездят по маршруту. На заметку. Лучше всего воспользоваться маршрутом к 300, но подойдут и другие, представленные выше. Если случилось неприятности номера всех маршрутов позабыты, можно садиться в любое такси с надписью «Фонтаны». На нем гарантированно можно проехать до точки назначения. Сам импровизированный вокзал представляет платформу протяженностью около 20 метров, но не стоит проходить по ней слишком далеко, иначе можно попасть на муниципальный автобус, а они чрезвычайно медленные и постоянно переполнены. Цена на маршрутке СПБ Петергоф выше, чем на муниципальные автобусы. Заплатить за проезд придется около 80 рублей, зато не нужно будет толкаться в забитом до отказа автобусе. В маршрутном такси, разместившись с комфортом, можно наслаждаться поездкой. Да и скорость у них значительно выше. Ехать на экскурсионную прогулку по Петергофу следует ранним утром, максимально ею насладиться можно в тихий солнечный день. Важно, нужно быть внимательным, поскольку водители обычно не делают обязательных остановок, нужно заранее предупредить, что требуется остановиться на «фонтанах». Подъезжая к месту назначения, лучше напомнить об остановке. Для тех, кто отправляется на маршрутке до Петергофа и Санкт-Петербурга, следует быть внимательными. Главным ориентиром нужной остановки будут следующие памятники культуры, расположенные по правому борту транспортного средства. Первым архитектурным шедевром имперской России, встречающим туристов в Стрельне, будет широко известный Константиновский дворец. Далее на пути можно полюбоваться на Александрийский парк, не менее красивое место, но все же для тех, кто желает увидеть сам Петергоф, следует ехать дальше. Первым признаком того, что пора вставать, станет забор с зелеными деревянными элементами. Несмотря на свой не совсем шедевральный вид, это именно то, что нужно. Опытные путешественники знают, что за этим непримечательным штакетником сокрыты настоящие красоты, поэтому можно смело вставать и отправляться в путь. Выйдя из транспортного средства, нужно обойти забор. Совершив небольшой переход с целью обогнуть штакетник, посетители сразу же попадут в верхний сад. Платить за его осмотр не нужно, поэтому можно вдоволь погулять и осмотреть представленные достопримечательности. Но чтобы продолжить осмотр, нужно заплатить. Купить билет можно в кассе, расположенной здесь же. После его приобретения открывается доступ в Нижний парк, где среди прочих достопримечательностей расположен знаменитый фонтан Самсона. В целом, все красоты Петергофа доступны туристу, осталось только осматривать, на что даже дня будет мало. Дополнительная информация. Кассы, где можно купить билет в платные части Петергофа, расположены в левой части дворца. Карта Петергофа преодолеть расстояние от Питера до Петергофа можно также на маршрутках, отходящих от других станций метро, указанных в расписании, приведенном выше, если вставать на проспекта Петеранов, то подниматься наружу нужно по подземному переходу, ближе всего расположенному к голове состава. Таким образом, преодолев турникет, следует свернуть вправо, а потом снова вправо. Такие манипуляции позволят оказаться на остановке, где можно сесть на маршрутку К-343. На другой стороне дороги можно сесть на К-639Б, но существенного различия в поезде не будет. Простым языком, встав на проспект Ветеранов, нужно три раза повернуть вправо. На Ленинском проспекте тоже останавливаются маршрутные такси до Петергофа. Останавливаются они на обеих концах проспекта. Выход на поверхность из метрополитена только один, но с подземного перехода – два. Но неважно, каким из них воспользоваться, поскольку на обеих дежурят маршрутные такси. На одном конце К-224, а на другом – К-420. Дополнительная информация. Отправляясь в путь, не стоит волноваться о расписании. Из автова, можно уехать по маршруту каждые пять минут. С проспектов рейсы осуществляются несколько реже из-за меньшего наплыва желающих. Узнав, как доехать до Петергофа из Санкт-Петербурга на маршрутке, следует подумать о второстепенных, но не менее важных делах. К примеру, о возможности остаться здесь на несколько дней или о приобретении сувениров. Здесь много сувенирных лавок, магазинчиков и отелей. При этом следует помнить, цены в Петергофе сильно завышены. Рисунок. 6. Конечная остановка автобусов в Петергоф. Петродворец нельзя обойти за один день, такое расстояние пройти просто невозможно. Даже опытные путешественники, приезжая сюда ранним утром, признают, что могут гулять по дворцовому комплексу до 5-6 вечера, а затем уезжают домой отдыхать. Поэтому весь маршрут лучше продумать заранее, с остановками для отдыха и прочим, ведь покушать тоже нужно. Метеор до Петергофа Если путешествие приходится на выходной, или день обещает быть солнечным до вечера, то запас еды лучше взять с собой, и дело не в ценах местных кафе, а в наплыве туристов, которые тоже хотят перекусить. Очередь в кафе в таком случае будет больше, чем в Эрмитаж. Но цены также достаточно завышены, поэтому проще и дешевле взять сухой паек. Дополнительная информация. Начиная с конца мая до начала июля в Петергофе можно наблюдать уникальное природное явление – белые ночи, когда сумерки превращаются в рассвет, а ночь так и не наступает. Будучи в северной столице, не зайти в Эрмитаж – это простительно, но не поехать в Петергоф, который местные жители называют «российским Версалем», это значит, не побывать в Санкт-Петербурге. Звездочка указанной цены актуальны на август.